Здравия всем! Ребята, давайте с вами продолжим обзор инструкций для медицинского использования Ковишилд, вакцины Ковишилд. Сегодня поговорим о побочке и особливе попереджение. Смотрите, обратите внимание на следующие пункты. Наявность незначной инфекции, например, застуды або субфибриальные температуры я загуглил, короче, это температура от 37 до 38, то есть такая небольшая температура не повинна спричинять вид клады не вакцинации. Интересный пункт, почему? Смотрите, небольшая температура говорит о том, что какие-то идут воспалительные процессы. Это защитная реакция организма на какие-то воспалительные процессы. Соответственно, конечно же, иммунитет будет немножко ослаблен. Потому что тратится много энергии на то, чтобы побороть ту заразу. По данному пункту это не является противопоказанием для вакцинации. Но мы смотрим побочные явления и частота одного из побочных явлений поширена, да, обозначена. Гриппоподибные захворивания. То есть, чтобы вы понимали, если у вас небольшая температура и вы решили сделать еще вакцину от COVID-19, то будьте готовы к возможному усугублению вашего состояния в виде гриппоподобного заболевания. Понимаете, да? Гриппоподобного заболевания это может быть COVID-19. А почему бы нет? Те же самые симптомы, да? Но это так, это чисто мысли-слух мои личные. Дальше. Очень интересный пункт, вообще очень интересный пункт, это треволисти ревень захисту. Ну, конечно же, всех нас интересует, я укололся и насколько меня защитит данная вакцина. Так вот, ребята, треволисть захисту наразе не встановлена. Поняли, да? А еще больше, ну, вы должны понимать, как и будь какая-то иншая вакцина, вакцинация препаратом COVID-19 может захистить, но не всех реципиентах. Понятно, да? То есть, при вакцинации COVID-19 во-первых, вам никто не дает гарантии, что у вас выработается какой-то иммунитет. И во-вторых, если он выработается, то вам никто не дает вообще каких-то сроков длительности данного иммунитета. Понимаете, да? Вот. То есть, это может быть неделя, может быть год. А может быть и 3 дня. Вот. Ну, как бы вот такая вот интересная вакцина. Вот. Дальше. Очень интересный пункт. Это относительно беременных. Попередние дослежения на тваринах не вказывают напрямие або непрямие шкодливые наследки щодо репродуктивной функции. Дальше. Вагитность. Иснует обмеженный досвид вакцины против коронавируса у вагитных. То есть, понимаете, да? Обмеженные данные, ну, я думаю, это данные минимальные, так как мы с вами уже говорили, да, что в первом ролике 1600 человек приняло участие во второй, третьей фазе исследований. И из них 1200 принимали ковид, вернее, ковишилд. А остальные там 100 человек это плацебо, 300 человек астрозенека оригинальную европейскую. То есть, вы понимаете. Плюс из этих 1200 человек это еще там подгруппы старшие возрастные, средневозрастные группы, младшие возрастные группы, белые, африканцы, азиаты и так далее. То есть, сами понимаете. Плюс еще вагитнее, невагитнее, со слабым иммунитетом, с повышенным иммунитетом и так далее. А также низшие касты, средние касты, брахмы и так далее. То есть, вы понимаете, сколько подразделов может быть и одним из этих подразделов и 1200 человек только укололи ковишилд. Понимаете. То есть, поэтому у них данных относительно воздействия данной вакцины на беременных нету. Ну, не то, что нету, они пишут как обмеженный досвид. Обмеженный. То есть, понятно, да? Еще належит установить полную соответствующую исследованию на тваринах риску для людины вакцины против COVID-19. Понятно, да? Но они, не закончив доследжение на тваринах, уже привезли ее в Украину и начали вакцинацию на людинах. Вот, я не знаю, что тут. Оставьте свое мнение в комментариях, ребята. Ну, и, короче, давайте перейдем, чтобы не делать длинный ролик, и чтобы вы не уснули за прослушиванием данной информации, быстренько перейдем до побочных явлений. Побличные реакции на лекарский засыпь. Давайте пройдемся по часто, дуже часто. Головный боль, нудота, дальше, дуже часто, в месте ведения, чувствуюсь в месте инъекции, боль в месте инъекции, відчуття тепла, в месте инъекции, почервонение в месте инъекции, свербиш, сенси, ну, и другие, озноб, підвищена температура, да, и поширено, то, что мы с вами говорили, затвердение в месте инъекции, гриппоподибный захворювання. Вот такие вот у нас побочные явления, ребята. Обратите на это внимание и будьте здоровы и информированы. Всех благ, пока. да.